Вдова-герой Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Константина Стычкова Таисия, пришла на площадь славы, чтобы почтить память своего мужа. Делится. Он много рассказывал о событиях тех дней. Историями боевых подвигов делился с подрастающим поколением. Всю эту Курскую битву, он помнит, 5 июля был дан первый салют освобождения Орла и Белгорода. Они ликовали, они были рады, что в честь их был салют первый раз за войну. И потом уже, после этого времени, каждый освобожденный город салютовал. Он рассказывал, что это была очень страшная победа. Все гремело. Во-первых, и сверху самолеты бомбили, танки шли, особенно на Прохоровском поле. Курская битва стала одним из ключевых сражений в ходе Великой Отечественной войны. Она длилась 50 дней. Главным символом Курской битвы стало самое крупное в истории войны танковое сражение под Прохоровской. 23 августа советским войскам удалось отбросить захватчика на запад. Оборонительная тактика, которой придерживались советские командиры до той поры, сменилась наступлением. А этот день в современной России стал днем воинской славы. Почтить память героев Курской битвы у Вечного огня на площади славы в Самаре собрались представители общественных и ветеранских организаций, активисты молодежных движений. На сегодняшнем мероприятии будут присутствовать не только ветераны, но и будут присутствовать молодежь с учебных заведений. Важно для них, чтобы они помнили ту дату. И вот сейчас, соединяя все это в памяти, в представлении с настоящим, делали правильные выводы и повторили, наверное, те подвиги, которые совершали в годы Великой Отечественной войны уже новые люди, которые сейчас придут в нашу вооруженную силу на защиту нашего Отечества. Это история. Историю нужно помнить, потому что история – это то время, которое как раз-таки нанесет те времена, в которых выросли наши предки, те времена, в которых были наши дедушки, бабушки, вот то военное время, в которое они пережили. И наши молодые поколения об этом всегда должны помнить. И люди, которые сегодня у нас живут в России, никогда больше не должны этого допустить. Участие в торжественной церемонии в изложении цветов приняли глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, депутаты и представители областных законодательных и исполнительных органов власти. Церемония завершилась минутой молчания. Галина Топилина, Константин Головин, события.